Научиться мыслить по-другому и воплощать свои идеи в жизнь. В Кирове открылся 9-й городской фестиваль по декоративно-прикладному творчеству. В течение трех дней воспитанники кировских домов творчества не только сами показывают, что они умеют, но и учатся чему-то новому у тех, кто творчество сделал своей профессией. Сегодня студенты-дизайнеры показали, как дать вторую жизнь старым вещам. Вы говорили, что это может быть подиумный вариант, который может здесь собираться как угодно. Красивое платье, легкая куртка и даже комбинезон. Для создания таких нарядов достаточно всего пары мужских рубашек. Трансформировать одежду юный дизайнер Мария Шихова научилась еще на первом курсе технологического колледжа. Теперь в рамках фестиваля по декоративно-прикладному творчеству решила поделиться своими умениями с другими. Старые вещи, которые мы поносили, они нам, может быть, надоели или где-то обветшали уже, что они могут получить вторую жизнь, когда можно путем декорирования, путем переконструкции какой-то получить новое изделие женского гардероба, и это будет выглядеть стильно, это будет модно и интересно. Сотворить свою первую дизайнерскую вещь здесь мог любой желающий. Ученица школы юных модельеров Ксения Кудрявцева долго раздумывать не стала. Сразу принялась за дело. Говорит, сшить платье может кто угодно, а вот подарить старые вещи новую жизнь не каждый. Такой навык может пригодиться в жизни. Не только на себя, на детей потом шить как-то. Допустим, вот будут маленькие дети, деньги не тратить, одежду мало рукам, что такая же будет, эксклюзив какой-то попытаться сделать. Кроме старых вещей на фестивале дарили новую жизнь даже цветам. Бумажные розы буквально расцветали в руках детей. Совсем немного усидчивости и интересные украшения для подарка готово. У меня как раз подруги для рождения скоро. Надо будет использовать шанс оригинальный в том, что я не где-то купила, а сделала своими руками. Своими руками сотворить чудо смогут и любители модных причесок. В рамках фестиваля «Фантазия и образ» 6 апреля в Доме детского творчества «Вдохновение» состоится конкурс юных парикмахеров. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.